Что делать, если зимой даже в помещении мерзнут руки? Очень просто. Покупайте DJI Action 2, ставите режим 4К 60 фпс и снимайте с рук. Готово. Через пару минут у вас кожа начинает плавиться. Всем привет! Сегодня у меня обзор на экшн-камеру DJI Action 2. Как намекает это название, это вторая модель экшн-камеры DJI, и они решили сделать ее необычной. Как первая, которая была просто копией GoPro, камера является модульной. И именно этим она привлекла мое внимание. Основной модуль непосредственно с камерой очень компактный и максимально минималистичный. На нем присутствует лишь экран, одна кнопка и непосредственно сам объектив. Минималистичность компенсируется тем, что экран сенсорный и все управление осуществляется через него. Кнопка предназначена для включения-выключения, а также для старта-стопа записи. Также необычный момент. На основном модуле отсутствуют какие-либо порты, благодаря чему он является водонепроницаемым. DJI заявляет до 10 метров. Но это же и ведет к тому, что даже зарядить ее без дополнительных модулей вы не сможете. Дополнительных модулей на выбор два. Один представляет собой всего лишь дополнительную батарейку с USB-C и разъем для карт памяти. А другой вдобавок к этому является еще и вторым экраном. Комплектация со вторым модулем, конечно же, стоит дороже. Между собой модули, а также все другие аксессуары соединяются с помощью магнитного крепления и небольших крючков по бокам. Также в комплекте идет крепление, которое позволяет использовать камеру со всеми аксессуарами от GoPro. И магнитное крепление на шею, которое позволяет делать вот так. Что очень круто для съемок бэкстейджей и другого экшена, но надо заметить, что сильно надежным оно не является. Когда я играл в нем в баскетбол, камера у меня отвалилась. По съемке, несмотря на свои размеры, камера может снимать в 4К 120 фпс, а также 4К 4х3. Но здесь есть одно но, про которое я уже сказал в самом начале видео. Греется она прям бешено. Причем ощутимо теплой она становится даже просто при работе. Даже если не включать запись. Ну а при съемке в 4К она греется вообще прям просто безбожно. Также, что еще более весело, греется она и при зарядке. Хотя надо отметить, что заряжается она очень быстро. Ну в целом вы поняли. Такой портативный обогреватель за 30 косарей. Сейчас, после обновления, при выборе 4К 120 фпс, камера сама пишет, что при 25 градусах она может снимать только 6 минут. Встроенная память основного модуля у нее 32 гигабайта, что в принципе позволяет снимать достаточное время даже в 4К. Подключив второй модуль с флешкой, вы можете туда через меню камеры спокойно все это перенести. Навигация по меню достаточно удобная, все интуитивно понятно, но не всегда с первого раза получается. Есть также управление голосом, но оно понятно на английском. В настройке можно доверить камере, можно выставлять вручную, в том числе можно выставлять баланс белого, ISO и выдержку. У камеры ультраширокоугольный объектив с углом обзора в 155 градусов, но за счет кропа в меню камеры можно выбирать также широкоугольные режимы, либо обычные. Отдельного слова заслуживает стабилизацию. Она тут очень хорошая, у нее тоже есть несколько режимов. Вообще без стабилизации. Стабилизация Rocksteady, которая уже очень качественно стабилизирует картинку. А также режим Horizon Steady, при котором камера, будучи даже наклоненной, все равно держит горизонт ровно. На самом деле это прям вообще круто для экшен-съемки. Единственное, что естественно все эти режимы стабилизации ведут к кропу картинки и сокращению угла обзора. Вот примеры просто широкоугольный угол, теперь с Rocksteady и теперь с Horizon Steady. Помимо стандартного цветового профиля здесь есть также DC Ne-Like. Это вариант логарифмического профиля DJI, поэтому если у вас есть желание заморочиться с цветокором, здесь такая возможность тоже есть. Качество картинки при достаточном освещении очень и очень достойное, его более чем достаточно для любых целей, для которых в основном используют такие камеры. По крайней мере меня оно полностью устраивает. В условиях недостаточного освещения все не так круто, но глупо ждать от камеры с таким маленьким сенсором, что она будет выдавать супер-картинку в темноте. Хотя опять же, с чем сравнивать? Те, кто сравнивал ее с последними GoPro, говорят, что очень даже ничего она в темноте снимает. К сожалению, единственная GoPro, которую я держал в руках, была аж третья, поэтому сравнивать с ними я экшен-2 не могу. В целом я считаю, что камера очень противоречивая. Она очень достойная, если вы не берете ее именно из-за 4К 120 фпс, потому что там на первый план выйдут именно перегревы. Советовал бы я ее к покупке? Ну, скорее нет. Я сам, если честно говоря, не знаю, стоит ли мне ее оставлять, потому что я использую ее крайне редко, так в последнее время не особо много занимаюсь какими-то активностями. Но меня не отпускает мысль, что как только я ее продам, она мне сразу для чего-нибудь понадобится. Как это обычно и происходит. Кстати, забыл про цену. На Али самый дешевый вариант я видел за 26 тысяч, на Авито можно найти даже дешевле. За 20-22 тысячи. Вот такой вот парадокс. Я летом покупал ее за 20 тысяч на Али на распродаже, но тогда курс, естественно, был существенно интереснее. Ну вот и все, что я могу сказать про такую камеру. Если она у вас есть, пишите в комментарии, поделитесь своим опытом, стоит ли ее покупать, не стоит. Считаете ли вы, что вы ее купили зря или не зря. И, в принципе, пишите, как вам эта камера, что вы про нее думаете, купили бы ее себе или нет. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.